Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы продолжить свой проект «Читаем книги» вместе с чашечкой утреннего кофе. И сегодня речь пойдет о книге, которая называется «Библия». Библия написана представителями талантливого народа, которые не просто сумели что-то придумать, такое интересное, как это делал, в принципе, любой другой народ, но и заинтересовать своими сказками, убедить в их реальности половину населения земного шара. Это, конечно, феноменально. И сегодня мы видим огромное количество фольклористов по всему миру, в чёрных платьях и с бородами или без, или там в костюмчиках, которые нам рассказывают про вот эти сказки, выдавая их за какие-то факты, за реальность. После Библии я прочитал замечательную книгу Бертрана Рассела «Почему я не христианин». И я очень вам рекомендую прочитать эту книгу. Это обязательно для чтения Бертрана Рассела. И, конечно, тогда вы... Это критический взгляд на биографию Иисуса Христа, на этого человека вообще, в принципе, на его философию, потому что Иисус для меня тоже, прежде всего, мыслитель. Это мыслитель, конечно. И до чего же он домыслился? Что, на мой взгляд, главное в Библии? И то, о чём в своих каких-то последних интервью говорил Бертран Рассел. Один из глубоких умов человечества, замечательный философ. Бертран Рассел. Итак, он, обращаясь к будущим поколениям, говорил о том, что важно. Первое. Первое, что важно, это культура мышления, мышление, которое опирается на факты. Ну, вот таких фактов в Библии немного, да, как мы понимаем. Потому что человек верующий, он живёт в мире не фактов, а вымыслов. И этот вымысел заменяет каким-то образом ему реальность, подменяет её. И вот этот феномен помогает, в общем-то, манипулировать сознанием людей, да. На этом строится пропаганда любая. И, как бы, психологическое такое воздействие и зомбирование людей. Вот, что, во-первых, мы узнаём благодаря Библии. Второе. То, о чём говорил Рассел, это любовь. Рассел призывал быть людей толерантными, принимать всё многообразие мира, культур и так далее. Иисус, он приближался к этой идее, конечно же. Но, да, говоря о том, что нет ни Элина, ни Иудея. Но он это видел как такую нивелировку разнообразия мира. То есть, все становятся христианами. И какая-то одна идеология, да, объединяет всех. И это тоже, на мой взгляд, большая ошибка. И такая идея непродуктивная тоже. Так же, как и многие идеи Иисуса Христа, непродуктивные и даже опасные. И об этом очень хорошо пишет Бертран Рассел в своей книге «Почему я не христианин». Да, и помните там ещё у него, что кто типа «не с нами, тот против нас». Но он и не так немножко выражался. Потом эту фразу использовали и в Советском Союзе, использовать, ну, в идеологии тоталитарных режимов. Кто не собирает со мной, тот расточает, да. В этом тоже выразилась определённая такая радикальная позиция Иисуса Христа. Это, помните, его проповеди, да. И когда он говорит о том, что весь мир лежит во зле, во власти злого. Что это? Мир воспринимается как зло. Изначальное там какое-то, ну, несовершенство мира воспринимается как нечто угрожающее человеку, да. И так далее. И, конечно, зло это нужно победить. Зло это нужно выжить, истребить, и так далее. То есть, если весь мир во зле, во власти злого, то получается, что и христиане, да, и Христос тоже зло. И вот это зло, которое бесконечно умножается, да, мы вспоминаем сразу эти попытки, крестовые походы, там, всякие религиозные войны, фанатизм, нетерпимость и так далее. То есть, в самой религии, в принципе, вот это заложено, это нетерпимое отношение, это, эти крайние взгляды, этот радикализм, этот экстремизм, вот. И он, кстати, во многих вещах проявляется, например, нет власти ни от Бога, да. Это тоже такое заявление довольно-таки весёлое. Вот эти люди, которые там наверху, они как бы божественные такие личности, существа, которые управляют нами, вот. Это тоже довольно-таки смешно. И вот Библия, в принципе, книга довольно-таки парадоксальная, да. Взгляды довольно-таки экстремистские, любопытные при этом, при всём. Вот. И, конечно, чем радикальнее взгляды, тем их носители догматичнее. Вот. Потому что, ну, они как бы вот эти крайности одни, эту крайность какую-то признают, и всё, да. Как бы далеки от золотой середины. И поэтому, в принципе, вот нетерпимость, она в основе этого вероучения. И в этом, конечно, несомненно минус, скажем мягко, минус. Вот. Религии. С другой стороны, Библия, это, несомненно, прекрасный памятник письменности, конечно. Исторический документ. Прекрасный фольклорный текст, да. Любопытное объяснение мира, его возникновения. Оригинальное, просто оригинальное. И поэтому оно интересно с точки зрения, там, филолога, фольклориста, опять же, да. Ну, просто человека культурного, грамотного. Кроме того, в Библии ведь есть и очень любопытные какие-то любовные тексты, да. Какие-то движения души тонкие и так далее. То есть, поэтические, по своей сути, тексты. Очень такая тонкая лирика. Есть тексты, ну, вот таких, как бы, мудрецов, да. И это всё очень интересно читать. Конечно, Библия отражает, там очень много всяких таких, ну, искажений, да, правок, которые вносились со временем. Но она при этом отражает определенный ход развития интеллектуальной истории народа, не даже человечества, да. Когда он, там, от многобожия переходил к единобожию. Вот. И мы видим, как бы, следы вот этого перехода в библейских текстах. Вот. Сам я тоже когда-то верил в то, что написано под воздействием моих родственников, прекрасных людей. Потом я понял, что религия, она не удовлетворяет мои духовные потребности. И она их, скорее, ограничивает. Я начал читать атеистическую литературу. Кроме того, что я сам видел, так, пытался критически воспринимать эти тексты, да. И сам видел какие-то несуразности, очень такую, довольно-таки смешную библейскую зоологию, например, да. И так далее. Вот. Я начал читать атеистическую литературу. И потом я, в принципе, совершенно дистанцировался от религии, от библии. И я где-то стал агностиком. Агностиком, скорее всего. Ну и, конечно, таким свободным мыслителем, развив у себя критическое мышление, я уже читаю библию именно так. Кроме того, конечно, различные книги о философах повлияли на меня и тоже способствовали моему просвещению. На мой взгляд, урок Библии, самый основной урок Библии, состоит вот в чём. Первое. А опираться нужно не на вымысел, не на иллюзии, а на факты. Это раз. Только в этом случае мы сможем как-то реально поменять свою жизнь. А это первое. Второе. Быть толерантными. Обязательно толерантными. И оценить многообразие мира всевозможное. Вот. Неупрощённую модель мира. Да? Когда есть чёрное и белое только. Нет. Ни в коем случае. Ведь более древнее, кстати говоря, представление, чем Библия, чем христианство, чем иудаизм, они говорили о том, что в хаосе есть элементы порядка, а в порядке есть элементы хаоса. Кстати, я... Быть может, вот... Знаете, ведь Библия – это такой очень важный юридический документ. Да? И я думаю, что какая-то, опять же, идея права, она, конечно, заимствована была, потому что это всё существовало до написания Библии, как ни странно. Да? Вообще, тоже христианское там учение – это во многом плагиат. Что-то. Всё это уже было где-то, да? И вот эта мифологема умирающего и воскресающего Бога там. И так далее, и так далее. Так вот, идея законодательная, верховенство права, она тоже своего рода такая кабальная, да? Потому что... Потому что, в принципе, она ограничивает человека. Его свободную волю, его самовыражение, его творческое начало. И вот вместить человека в какое-то такое, как бы сказать, прокрустого ложа, да? В какие-то рамки загнать его, в какой-то загон, в стойло – это одна из идей Библии как раз. И назвать это свободой. Вот. И в этом ложь этой книги прекрасной, да? В том, что она, во-первых, факты заменяет вымыслом. Реальную жизнь заменяет виртуальной, веру в себя и в какой-то там, в нечто... Ну, в свои силы заменяет верой в Бога, в какие-то надежды пустые, да? И вера в добро подменяется, как бы, верой в то, что мир – это зло, человек – это зло сплошное и так далее. То есть такое... Ну, в этом моменте, вот, отрицание тоже, да? И где-то самоотрицание. Тоже есть нечто интересное. То, что, в принципе, провоцирует наше мышление. Вот, если всё это зло, то давайте строить другой мир, если эта матрица такая нас не устраивает. Честные священники, уже бывшие, конечно, говорят о том, для чего это всё создано было, да? Чтобы людей, как я сказал уже, держать в подчинённом состоянии, как бы, в стойке на коленях и управлять ими. И до этого придуман был рай и ад. Ад – рай, как бы, это пряник, ад – это кнут, да? Рай – это поощрение, ад – это наказание. И вот это ещё один урок, который мы можем извлечь, да? Что наши страхи, в принципе, они выдуманы. Раз. Очень многие страхи, они выдуманы просто. И также наши удовольствия тоже, они выдуманы. И потом, действительно, всё в конечном счёте сводится к психологиям. И мир, на самом деле, отражает состояние нашего сознания, состояние нашего ума, наш психологический настой. И если есть обязательно вот те, кто не с нами, то они против нас, то это значит одно, что всегда будут враги, всегда будут, потому что мы их сами создаём прекрасно. Поэтому для коммунистов враги, там, капиталисты, для капиталистов – коммунисты. И, кстати, я планирую немножко обратиться потом к американской истории и поговорить об одном писателе, забытом. Ну, а это в другом видео. Вот. Так что, вот это умножение врагов, да? И враг мира – сатана, и так далее, и так далее. То есть, мы не можем жить без врагов. И вместо того, чтобы строить какой-то другой мир, основанный на усилиях, прежде всего, на интеллектуальных усилиях, мы, как бы, строим мир, который не предполагает этих усилий. Например, вот. Что такое интеллектуальные усилия? Да, это многоязычие, например, да? Вот те замечательные люди, с которыми я был знаком, и у которых я учился, они были полиглотами. Один человек знал, там, пять языков, или даже больше, включая древние, включая клинописные. Другой, там, знал сорок языков в разной степени. Это были удивительно развитые люди. Естественно, что... Кажется естественным, да? Что такого знания не требуется от большинства людей. В этом проблема. Вот. Вместо какого-то действительно интересного занятия им подсовывается вот такая пилюля примитивная в виде, там, какого-то... каких-то представлений очень-очень-очень простых. И... как бы, вот эта пища такая простая, да? Не требующая усилий. Вот. Она потребляется большинством людей. Вот на какие мысли меня натолкнуло чтение Библии и книг, которые так или иначе бросают критический взгляд на так называемое священное писание. Вот. Спасибо вам за внимание. и... читайте Библию. И до новых встреч.